Привет! Это снова я узнали. Расскажу вам про свои последние немногочисленные покупки в магазине Литуаль и подружка. И чуть-чуть-чуть совсем чего-то такого вне магазинного. Начну я с... В Литуале... Давайте так, предыстория. Я, собственно, случайно оказалась на Сенной площади и зашла вот такая Сенная. Кто из Питера, тот знает, где это находится. Я целенаправленно хотела очень давно попасть в магазин Вайкон. Потому что про косметику Вайкон очень много я слышала, что там вообще прям потрясающая какая-то волшебная косметика. Я смотрела сайт, немножко возбудилась и решила посмотреть их корнер, который есть у нас такая Сенная. И что-то, честно говоря, не впечатлилось. Потому что он... В общем, та же история, что и с корнером NYX. Когда я смотрю сайт NYX, у меня такое легкое возбуждение возникает. Но когда я захожу в корнеры NYX, там, может быть, дело в том, что все расставлено как-то прям рядами, рядами, рядами. И глазу не за что зацепиться. Вот примерно так же в Вайконе было. Меня привлек только стенд с какой-то отдельной новой коллекцией. И там были смешные такие гелевый хайлайтер. Но что-то за полторы тысячи рублей баночку хайлайтера покупать мне не захотелось. А так я посмотрела, и мне ничего не впечатлило. Кто пользовался косметикой Вайкона, расскажите мне, пожалуйста, что стоит попробовать, что прямо бомба, что мне понравится. Потому что сейчас тратить деньги на то, чтобы сказать, какая-то параша, мне, честно говоря, не очень хочется. Так вот, погуляла я по Вайкону и зашла в Литуаль. Там я, в общем-то, и осталась. Кто не знает, сейчас там идет акция. Не знаю, успеете вы или нет, пока это видео выйдет. Но там второй парфюм дарят в подарок. Определенные ценники какие-то, там, зеленые или желтые. В общем, и можно, кто пользуется такой парфюмерией, которая достаточно распространена. Типа там Нина Ричи, там вот эти вот всякие Диоры. Можно очень выгодно себе сделать подарок. Или себе, там, и подружке, деду, бабе, и, в общем, репке, жучке. В Литуале я провела какое-то безумное количество времени. Я попала во временную петлю. Я там блуждала, ходила, смотрела, нюхала, чтобы мне купить. Остановилась я, в общем, на яме скинке. Я уже ее пробовала. Где-нибудь оставлю в конце, наверное, ссылку на видео, где отдельно я посвятила видео этой марке. В принципе, она меня порадовала. Она достаточно демократичная. И уход я решила не брать. В смысле, именно крем дневной и ночной, потому что его ругали. А взяла я мороженое. Крем-маска для лица Пломбир. Неотложная помощь. Тут эта маска. Ее на несколько минут наносишь. Потом смываешь салфеточкой. Она должна экстренно увлажнить какую-то уставшую кожу. Может быть, с мороза, когда ты пришла. Или, может быть, что-то случилось, ты пересушила кожу. В общем, она должна помочь. Я, честно говоря, ей еще не пользовалась. Пахнет она действительно сливочным мороженым. Очень ненавязчиво. Такой слабый-слабый запах. Обычно выглядит как крем. Выглядит как крем. Потом в пустых банках, наверное, расскажу о своих впечатлениях. Но она такая жирненькая. Я думаю, что, в принципе, она может увлажнить. Здесь еще написано, что ее можно использовать как ночную маску. И также я взяла тонер с кокосовой водой. Я ненавижу... У меня пересвет какой-то, да? Пересвет и Ярослав. Ненавижу возюкать ваточкой по лицу. Так что, скорее всего, я перенесу этот тонер в спрей какой-то. Потому что я обычно пользуюсь корейскими, которые такие склизкие. И их просто рукой наносишь на лицо. Он очень вкусно пахнет кокосовой водой. Естественно, не навязчиво, не химозным кокосовым, а натуральным. И я думаю, что он будет мне как-то помогать. У меня закончились все мои тонеры. Я думаю, что он мне поможет справиться с моей кожей. С моей многоступенчатой программой ухода за собой, чтобы не постареть раньше времени. Далее, прикрываясь ребенком как щитом, я купила себе и Мишеньке морики-дорики детский гель для душа. Это потрясающая штука. Обратите внимание, мамы и просто люди, которые любят пользоваться детскими всякими косметическими средствами. Это новая, видимо, внутрилитуалевская фирма. Вот с такими вот смешными, я не знаю кто это, какие-то недорусалки-перерыбы. Их там достаточно много, там какие-то кракозябры. Вот гель для душа, он с розовой прозрачной, с кучей блесток. Пахнет очень вкусно, какими-то сладкими конфетами из детства. Это гель для душа Шуши. Вот это вот существо в кепке зовут Шуши. И стоила эта хрень 140 рублей, по-моему. Хорошо пенится. Очень сильный запах, красивые блесточки. Мы теперь удовольны, в общем, вкусно пахнем. Единственный у меня вопрос, почему на все... Там же в этой серии есть еще мало того, что шампуни, всякие пены для ванны и санитайзеры для рук по очень демократичной цене. И я чуть было не купила себе вот с этими существами мориками-дориками пенал. Но нахрен мне нужен пенал, я так и не придумала. Если придумаю, обязательно куплю. Он очень красивый. Почему на всех упаковках вот этого средства, вот этой серии, такие выноски с экстрактом ромашки, здесь написано где-то еще что-то. Почему это все находится в самой опасной рыбе, океанском удильщике. Вы видели океанского удильщика на фотографии? Это огромная херня с зубами-ножами, которая на свой светящийся глаз, который торчит на длинной ниточке, ловит рыб и жрет их живьем. Почему? Как это связано с детской серией ухода за собой? Я не знаю. Видимо, другой рыбы они не придумали. Но, в общем, это меня позабавило. Значит, дальше. Там же купила я небольшую упаковочку очищалки, в общем, демакияжного крема от Clorans. Мне безумно понравилась эта вещь. Это что-то между гелем для снятия макияжа и гидрофильным маслом. То есть, это гелевая субстанция. Ты наносишь ее на лицо, растираешь, и она превращается в масло. Потом добавляешь немножко воды, и она превращается в молочко. Я снимаю всегда макияж гидрофильным маслом, но, наверное, я перейду вот на такое, потому что гидрофильное масло подтекает, и это мне очень раздражает, что я нажимаю на дозатор, оно везде льется, оно оставляет жирные пятна по ванне, оно льется между пальцев, а это в геле безумно удобно. Серьезно, я полюбила его с первого раза. Далее я пошла в подружку. Нет, это у меня старый заказ какой-то еще мой корейский. Просто не показывала мость фулкалаген, ночная маска. Начала ей пользоваться. Мне очень нравится. Хорошо питает, увлажняет, ненавязчиво пахнет, большой объем. Буду пользоваться и дальше, потому что действительно встаешь с утра, и очень приятно коже. Дальше я пошла в подружку. И там я вам вру. Я, не выходя из Литуали, стояла на кассе и увидела вот это. Это набор со скидкой 50%, стоил от 2,800, кажется, со скидкой набора фирмы H2O. Я никогда не была знакома с этой фирмой. Я так понимаю, что она представлена эксклюзивно в Литуаль. Там был набор увлажняющих средств для лица. Там вся серия, в общем, даже для тела кое-что было. Там было H2O, Oasis, увлажняющий гель для тела. Мне очень нравится. Он действительно хорошо увлажняет и очень легкий, тут же впитывается. Тонер для лица в спрее. Как я уже говорила, ватки ненавижу в спрее великолепно просто. Увлажняющая какая-то субстанция типа сыворотки. Написано увлажняющий бустер. Здесь написано, что он без масла. Но я не очень понимаю тогда, почему он двухфазный. То есть, что там? И оно... Почему он масляный, если он без масла? В общем, кто знает, скажите. И немножко его тяжеловато смешивать. То есть, вот... Долго надо его болтать, 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 чтобы он стал однородным. И у него проблема с дозатором. Надо очень долго пытаться как-то его нажать, чтобы он нажимался. Кроме претензий к упаковке, на самом деле, хорошая штука, отлично увлажняет. Очень похоже на мою любимую сыворотку, такую масляную от Clorans. Классная вещь. Увлажняющий гель 50 мл. Дневной, ночной, тоже без претензий. Прозрачный такой гель, который легко впитывается и чудесно увлажняет кожу. И стик для глаз. Мне очень понравился формат средства для глаз в стике. Намазала и пошла. Не надо ничего себе выдавливать никуда. Тоже чудесно. Ну и как бы косметичка. Я пользуюсь, наверное, уже дня 3-4 и очень довольна. Я очень довольна этой фирмой. Я смотрела её сайт оригинальный. К нам они не доставляют. Но цены примерно такие же, как в Литуале. На самом деле, как ни странно, накрутку они делают небольшую. Так что, в общем, кому надо, прямо хорошая фирма. Не бюджетная, конечно, но действительно, да и хватит надолго, в общем-то. Дальше я пошла в подружку. Там я купила для Мишеньки массажную расческу с единорогом-космонавтом. Потому что ты можешь быть каким угодно серьезным специалистом на работе. Но дома ты неоновый единорог-космонавт и кукусичка. Очень мягкая, хорошая расческа. Это серия Lady Pink. Стоила она 190 рублей. Мягкая, хорошо расчесывает, приятная. И плюс классный единорог. Прямо он мне приглянулся. Там такие же были с какими-то просто космонавтами, котятами-космонавтами. В общем, обратите внимание, кому нужны расчески. Мне очень нравится. И ему тоже, потому что она хорошо чешет голову. И проходя мимо стенда с Essence, я увидела вот это. Зеленая помада. Подумала я, кому она нахер нужна. А потом я увидела, что она по скидке стоит 60 рублей. И вот она у меня на губах. Потому что зеленая помада за 60 рублей нужна всем. На самом деле, хорошая, хорошая, хорошая вещь. Это серия Vibrant Shock. Мат, мат, мат. Она очень плотная, очень матовая. Цвет насыщенный. Сейчас она у меня на губах. Я смешала ее с бальзамом для губ. Поэтому она такая, может, немножко полупрозрачная. Но вообще она имеет очень плотную текстуру. Даже я бы сказала слишком плотную. Цвет плотный, хороший, красивый. Если вам нужны какие-то плотные матовые помады странных цветов, обратите внимание на эту серию Vibrant Shock. Мат, мат, мат. Это у меня номер 10. А вообще там много разных странных. Сиреневые, еще какие-то цвета. Неплохая вещь за 60 рублей. Прямо считаю, вообще идеально. Вот и все. Все, что я купила. Я была очень экономна. В этом месяце. До какого месяца? В эти две недели. Я думаю, что еще до конца месяца я накуплю кучу всякой хрени и вам покажу. Что вы себе приобрели? Какие у вас есть удачные покупки? Какие неудачные? Пользуетесь ли вы детскими средствами для мытья? Потому что я их обожаю. Чудесно пахнет. Расскажите мне, как вы? Что с вами? Подпишитесь на меня, поставьте лайк. Потому что я хочу, например, 10 тысяч подписчиков до конца следующего года. Будем так. Пока у меня их 700 или 800. Мне кажется, это неплохая цель. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok